Брестский академический театр драмы – это одна из визитных карточек города Бреста, а симфонический оркестр под управлением Александра Сосновского – неотъемлемая его часть. На протяжении долгих лет коллектив радует брещан и гостей города своим творчеством, но наступает лето, а эта пора уже не театральная. В храме культуры наступает затишье. Актеры и администрация отправятся в традиционные отпуска, а зрители выпадают из культурного контекста до сентября. Но все же те, кто внимательно следил за афишей театра, одним летним вечером успели насладиться искусством прекрасного. Коллектив симфонического оркестра Брестского академического театра драмы под управлением дирижера Александра Сосновского подготовил настоящий подарок всем кинолюбителям и поклонникам популярного жанра. Я думаю, что вот этот проект окажется долгоиграющим. А почему он трендовый проект? Не знаю, что произошло в Европе, в мире, но уже с десяток лет по всему миру идет вот эта волна музыки-кино. Эксклюзивная музыка. Музыка, как и западного кино, и нашего отечественного. Проект и вправду грандиозный. Саундтреки к таким фильмам, как «Гарри Поттер», «Однажды в Америке», «Гладиатор». «Звездные войны», «Кинг-Конг», «Парк юрского периода». Пираты Карибского моря. Властелинка леса, бриллиантовая рука сейчас популярны во всем мире. Поэтому Александр Сосновский решил порадовать брестскую публику. Гостей города такой программой, которая, как сейчас говорят, в тренде. Каждая новая программа – это премьера. И вот практически за весь год мы ничего не повторились нигде. И программы, которые были детские, с нашим дирижером Александром Кувшинником и мои программы, это все были такие эксклюзивные, новые, новые программы. Может, они были не новые и премьерные в мировой культуре музыкальной, но для Бреста это было какие-то открытия новые. И вот сегодняшняя программа с музыкой и кино. Завершаем музыкой, которую мы практически… Мы играли много музыки и кино. Сегодня будет музыка, которую мы не играли никогда. Для возможности продемонстрировать слушателю выбранный репертуар во всем музыкальном многообразии потребовалось привлечь дополнительные творческие силы. К примеру, солирующие партии на саксофоне исполнил наш земляк Владислав Демьяненко. Два фрагмента из музыки Александра Зацепина к фильмам. Иван Васильевич меняет профессию – бриллиантовая рука. И там у автора саксофон. Его можно, конечно, как делают в других оркестрах областных городов, но нет. Но нет, заменим на кларнет, на трубу, не знаю. Но народ же наш музыкальный, он же слышит. И слышит, как может саксофон с кем-то перепутать. Закрытие сезона, ответственный концерт, хорошая программа. Настраиваемся на хорошую музыку. Хотим подарить зрителям хорошее настроение к концу сезона. Мне кажется, очень важно, что в одном концерте есть различные произведения. И можно прийти всей семьей, вместе с родителями, с детьми, с женой, с супругами. И привести прекрасное время на концерте. Оценить премьеру в прекрасный июньский вечер собралась публика разных возрастов. Каждому поколению свои музыкальные предпочтения. Кому-то классика, а кому-то и современная. Я больше классическую музыку люблю, а муж не понимает ее. А оркестр играет музыку известных кинофильмов. И мы в этом сошлись. Нашли консенсус. Всегда, когда у нас концерт Сосовского, симфонический, всегда полный аншлаг. Это говорит о том, что у нас город вообще музыкальный. Нас приучили, нашу публику приучили к тому, чтобы мы просто не можем без музыкальных представлений оркестра нашего, тем более. Я воспитана на классической музыке, поэтому прежде всего классику уважаю. Ну и если что-то популярное в исполнении нашего оркестра, на хорошем уровне, и с таким дирижером, с полным уважением всегда. Выступление оркестра сопровождалось видеорядом. На большом экране транслировали кадры из любимых кинофильмов. Брещане по достоинству оценили новую программу оркестра. Бурный аплодисмент и тому подтверждение. Анастасия Мелешкиевич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.